А сейчас о этих и других событиях более подробно. Хулиганство или месть конкурентов. В Магнитогорске неизвестные разбили стекло нового автобуса. Водитель маршрута номер 16 после завершения рейса возвращался в автопарк. Проезжая по улице Калмыкова, он услышал удар в боковое стекло. Кто-то совершил выстрел. Что показали камеры, каковы версии полиции и что думают по этому поводу в муниципальном предприятии? Ответы в сюжете. Вслед от пулей треснутое стекло. Водитель маршрута номер 16 возвращался с последнего рейса. Пассажиров в автобусе не было, поэтому обошлось без пострадавших. Водитель проезжал мимо данного дома, в районе дома Калмыкова 16. И стоял молодой человек. Люди-то находились, хоть и время уже позднее было. 23.30-23.40 вот так в это время проходило. Ну и услышал удар по стеклу. Естественно, остановился и вызвали полицию. Мы просмотрели камеры автобуса, переднюю камеру, боковые камеры. Там находились молодежь. В момент прохождения вот этой молодежи произошел вот этот удар. Был один человек там стоял. Поэтому он, не он, сказать, конечно, точно скажет уже следствие. В автотранспортном предприятии говорят, первая мысль была, что подобное хулиганство это происки конкурентов маршрутчиков. Ведь 16 автобус сегодня очень популярен у горожан. В день он перевозит до полутора тысяч пассажиров. Комфортабельный автобус ходит регулярно с пяти утра до 23 часов. И, конечно, многие предпочли его маршруткам. В полиции рассматривают все версии, в том числе и выходку подростков-хулиганов. В рамках действующего законодательства с сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к данному происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомню, новые автобусы пришли в Магнитогорск этим летом. Сейчас на маршруте номер 16 работают шесть автобусов, еще и пять на новом маршруте 19. Этот был резервный для выпуска на линию. Теперь в случае поломки одного из автобусов заменить его будет нечем. В рейс он выйдет не раньше, чем через две-три недели. Стекло это боковое в районе 15 тысяч будет стоить. Сейчас запрашиваются коммерческие предложения, разыгрываться будет конкурс, потому что мы у муниципальных предприятий без этого не можем приобрести данное стекло. Как только пройдет конкурс, мы закопимся, привезут нам стекло, установим стекло. Но это пройдет немало времени. Как сообщили в полиции, резонансный случай находится на особом контроле и в ближайшее время преступление будет раскрыто.